Доброе утро! Традиционная наша фраза. Мы уже выселяемся из отеля. Он очень хороший. Единственное, один момент. Мне не понравился душ. Течет он очень медленно. Я предварительно его включил. То есть, вот такой поток. Мыться невозможно. Приходится вот этот включать, но здесь тоже на самом деле так себе напор. А так в остальном все классно. Еще есть у меня небольшая проблема с тем, что я вчера постирал кроссовки свои, поставил их на окно, но они нифига не высохли. Поэтому я буду в них ходить и хлюпать. Походу так. Я думал, солнышко будет и на окошке, как все так высохнет. Они легкие такие, потому что подошва высохла вообще за 5 минут. А сама вот эта ткань блин, мокрая вообще. Тебе чего в целом понравился? Отель, да, очень классно. Еще один момент. То, что у нас кровать была такая, собранная из двух и мы спали практически раздельно. Потому что проваливаешься вот в эту дырку, неудобно. Так, что вам еще рассказать, показать? Сок, офигенный сок, самый вкусный. Мне очень понравилось. В Дагестане купили. Ирип называется, вишневый. Заряжаем девайсы для камеры батарейку. Я ее, правда, поставил буквально полчаса назад. Она, конечно, не успеет зарядиться. Телефончики. Видела то, что погода сегодня дождливая? 80%. Блин. В два часа причем. А сейчас уже 12.10. Ты все думаешь, какой топ надеть? Да. Дело в том, что я хочу что-нибудь, чтобы я могла, если мне жарко, раздеться. Но здесь нельзя в топку. Поэтому я думаю, футболка мне не нравится. В толстовке может быть жарко. Значит, я буду ходить в толстовке и застегнуть, да? Ну, походу, да. Какой топ играет? Это белый или черный? Ну, мне белый нравится. Не черный? Не, мне белый нравится. Ну, а что делать? Там не было. Ты все готова? Да. В общем, немножко мне фен помог. Но все равно они влажные. Но это лучше, чем хлюпать, ходить, конечно, как спанчболк. Ладно. Я думаю, они быстро высохнут. Но если ничего, у меня есть еще белые. Все. Выселяемся. Го. Карточку можно не сдавать. Просто закрываем. Все забрало? Да, вроде бы, да. Пройдись еще на секундочку. Ты проверь. Я так, знаешь, сколько всего забывал. Ну, вот, кстати, кепочка-то здесь была. Сейчас бы осталось без нее. И вроде бы все. Да, только не солнечно, к сожалению. А, ну вот. Смотри, Катюк. Видно. Вот она, Ахмат-арена. А вот в этой части отеля расположен бассейн. Тут с утра общее время. То есть могут мужчины и женщины плавать. Потом мужское время начинается. Потом отдельно женское. И вечером опять смешанное. Вот. И так вот разбито по 3, по-моему, или 4 часа. Еще минус 1450 рублей. Пицца. Два десерта красных барков. Это без строганов с рисом. Цезарь. Ну и наклубки. Вот еще в подарок орехов набрали. Всяких сушеных фруктов. Это ореховое, а это с какао. И увидел такую нутелку, конечно. Пати эдишн. Жесть. 3 килограмма. А, это стекло. Да. И здесь 3 килограмма. Только здесь ореховое с какао. А здесь просто с какао. Ну это такое сколько есть? Год? Это здесь стекло на 2000 тысяч дороже. Да. А как бы объем-то одинаковый. Да. Объем одинаковый. Ну, конечно, это упаковка дороже. А есть наоборот антипод. Вот такая. 25 грамм. Ты хотела Юльке взять? Ну, возьми. Как раз одну вот такую маленькую. Набрали подарков на 4663 рубля. Ну, там единственная вот Катина вот эта штукенция. Ну, а он тебе сам захотел попробовать. Моя штукенция. Я тебе. Не, это я подарок тоже. Шоколадки не все тебе. Кому? Не все. Кому? Мамкам еще. Маме же не жалко тебе? Ну вот. Моей маме, твоей маме Юле. Да. Две штучки. Да. Чего, мало? Нет, нормально. Мы выезжаем из Грозного. Построили маршрут до Владика. Ехать до него недолго. Всего час пятьдесят. Так, я, наверное, неверную полосу выбрал. Давай-ка вот сюда перестроимся. Да, и сегодня у нас будет мега спокойный день. Потому что мы немножко устали от этого темпа. И сегодня просто почилим номер. Завтра уже поедем в горы. Плюс еще чего не хотим здесь сейчас гулять. Скоро начнется дождь. Да, а завтра мы съездим в Феокдон на Качельке. В общем, будут у нас активности. И уже потом домой. Прямска еще с тобой Катюш сгоняет. Подарочки все раздадим на пару денечков. А потом уже все. Осаживаться в Москву. Надо вещи разбирать и прочее-прочее. Все затянуло сейчас. Тепло, да, 19 градусов. Но все равно настроение не то все, когда солнышка нет. И записывайте к расходам еще 2415 рублей, которые я сейчас потратил на топливо. И еще 159 рублей в магазине. Взяли вот такие печеньки без сахара. И попробовать семечки. Крутовые веки. Они почему-то здесь в Осетии очень популярные. Но я никогда их не брал. И еще вот такую жвачку. Кто-нибудь помнит? Турбо. Но вкус, я скажу, такой же или нет. Мне попалась Toyota FT-86. Прикольно. Сто лет на нее такие жвачки. Нет, в детстве вкуснее было и мягче. Вот такой Владикавказ. И самое главное, что впереди все даже хуже. Сейчас 10 градусов. Завтра будет 11. Также дожди 100%. В субботу еще хуже. Я не знаю, что делать просто. Ну, я посмотрел, впереди погода. 11,8 градусов. В горах то же самое. Дожди 100%. То есть целый день будет вот то, что ты видишь сейчас. В горной местности. Такая же ерунда. Я не вижу смысла здесь оставаться. Ну, то есть это вообще жопа. Горы, вот это все, что ты видишь, они здесь очень близко. Будет то же самое. То есть ты не выйдешь, на пикничок не сходишь. У нас была задумка сходить на рынок, накупить каких-нибудь вкусняшек, взять плед и просто посидеть. Даже не плед, а открыть багажник и насладиться горами. Надо смотреть по карте, где более-менее что-то вот хотя бы без дождей. Потому что здесь, вот смотрите, есть такая тепловая карта. Тут прям вообще задница. Вот, смотри. Янекс погода. И оно идет, смотри, куда-то вот в сторону Урус-Мартана, Моздока. Прохладная фигня вся. В Кабардино-Балкарии та же фигня. В Пятигорске та же фигня. В Черкесске. И даже в Сочи сейчас, извините, 12 градусов тепла. То есть это вообще жесть какая-то. Где все тепло? Куда оно делось? Все в дождях. И в холоде какой-то. Даже Ставропольский край. Ну тут и то, что-то по четверти. Попытить опять. Потому что мы сюда приехали. Это уже не смешно реально. Это уже не похоже на шутку. Мы приехали, тут было солнышко несколько дней. А сейчас, да, давай посмотрим, где нормальная погода. На Кавказе ее нету. Сразу говорю. Я это включил в онлайн-режиме. Мы решаем, ребят, вместе с вами. Поэтому не подумайте. Мы заранее даже не обсуждали ничего. Катя осталась в магазине. Я сидел в машине. Показывал, что купил, сколько потратили. Вот. Блин, у меня с интернетом какая-то беда. У меня все отлично. Я тебе предлагаю просто в авиарежим его выключить. И все будет хорошо. Вот, видишь, у меня вот и Е. У меня тоже вот и Е 3 из 4. Но почему-то ничего не грузится. В общем, ребят, мы решили, что поедем домой. Потому что прогноз на всем Кавказе очень плохой. Везде дожди, холодно. То есть в городе 10, 11, 12 градусов. Вообще по всему Кавказу. От Каспийска до Черного моря. И, знаете, вытягивать из себя путешествие, продолжать его я не вижу смысла. Я уже так делал. На самом деле не очень прикольно получается. Поэтому сгоняем домой, а там посмотрим. Это в городе, я вам говорил, погода, да, там 10-11 градусов. А в горах-то холоднее. И вот так вот прыгать по дождям, как мы вот с тобой ездили, через Ботлик было, блин, 6-7 градусов и дождь. Вот по такому я точно не хочу путешествовать. Тем более у нас есть чем заняться в Москве. Да, надо с квартирой разобраться. А там посмотрим. Мы еще в Брянск с тобой скатаемся в гости. Вот. Может быть и погода к тому улучшится, пока ехать будем. Вот. Так что такие дела. Мы, конечно, видите, такие неугомонные. Постоянно что-то меняется во влоге. Мы что-то рассказываем. И в итоге сами этого плана не придерживаемся. Но тут как бы извините. Погода вносит свои коррективы. И гнаться, дожимать, так скажем, тоже не хочется. Все вот. А пикничок устроим тогда, когда потеплее будет? Конечно. Я сам хочу. Но я хочу в хорошую погоду. Я тоже хочу. То есть открыть багажник, знаешь. Можно просто выбраться куда-нибудь на машине, поселить покрывало, шашлычок пожарить. Да. Мама твою взять. Да, купим одноразовый мангал. У нас брикеты есть. Мы с мамой покупали в онлайн-трейде. Можем вообще с твоей мамой поехать в Брянск. И там все вместе куда-нибудь поехать пикничок устроить. Да, такое тоже можно сделать. Ну, все будет зависеть. Надо на выходные тогда. Ну, то есть в пятницу как бы ехать. Да. В выходные обратно к понедельнику. Да. И все. Да. Можно так сделать. Тогда давай. Загоняем маршрут Москва. Не знаю, сколько ехать отсюда. Я уже забыл, честно говоря. Обратили внимание, да? У меня Катя на заставке. Я первый раз в жизни поставил человека на телефон. Вот. Возьми камеру. Потому что у меня ФС-1 не срабатывает. Камера все загораживает. Так, ну давай заводить. Ну, сейчас еще рано, конечно. Я пока просто в Москву. Без конкретного адреса. Ну, 20 часов. Нормально. По платке доедем. Транспордер я вообще не снимал всю дорогу. Так и висит у меня. Забыл даже про него. Один раз у меня вообще была история. У меня вот здесь есть такая штучка, да? Сюда можно... Транспордер всегда здесь лежит. Да, он здесь лежал. И я забыл положить на лобовуху. И оказалось, что он все равно сработал. Мы такие думали. Блин, а что происходит? Как я без транспордера проехал? Оказывается, он все равно пробивает. А почему-то в рекомендации всегда советуют куда-то его вот сюда. Посередине лобовухи вешать. Не знаю, у меня и так хорошо он работает. Ну, может, есть качественные транспондеры. Да, они вроде одной фирмы. То есть я покупал его в онлайн-трейде. То есть это официальный. Не знаю. Ну да, что, погнали. Не расстраиваешься? Нет, не расстраиваюсь. Ну, если погода такая, что я сделала? Если бы сейчас тут было 25 градусов, и нам надо было бы ехать в Москву, тогда бы я расстроилась. Если бы сейчас было 25 градусов, я прямо сейчас в горы бы поехал, несмотря на то, что 5 часов вечера. Потому что ты приедешь к закату, там красиво будет. А что сейчас смотреть? Ничего не видно. Тут уже в самом Владикавказе, в любой точке города, должны горы видеть. Нет, сейчас, ну, как бы, пустота. Ну, да. Ну, повезло все равно, потому что мы с тобой схватили вот эти солнечные. Ну, я очень рада, что я увидела самую вот эту красивую дорогу, когда мы во Улчок поехали. Это прям вообще самая красивая. Да. Дагестанская, она прям вообще топ. Очень крутая. Я говорю, я не стал тебя возить в Урзук, там потому что примерно то же самое. Я надеюсь, что у нас все-таки с тобой получится летом или в сентябре, в октябре сгонять опять по этой дороге куда-нибудь в новые места. Потому что если мы захотим поехать куда-то на Кавказ, если вдруг мы захотим, то я хочу именно туда. Вот реально самая красивая дорога, самое красивое место. Прям вот я сейчас вспоминаю все эти пейзажи, которые я увидела, и мне не верится. Такое ощущение, будто это все сон был. А ты потом еще видосики пересмотришь и вообще кайф ходишь. Блин, у меня столько материала, которые могу выложить в Телеграм, в Инстаграм, да куда угодно могу выложить. Но я уже устала, на самом деле. Это все обрабатывать надо, это все нужно просматривать, обрезать, нарезки делать. Хочется немножечко отдохнуть, и опять буду за работу. О, смотри, даже башенка, вообще ничего не видно. Сейчас, надеюсь, она сфокусируется. Вот. А, ну тут просто видишь, дождь очень сильно капает. Ну вот примерно, да, вот такая видимость. Ё-моё, вот это да, вот это прикол. Вот это я сейчас влетел, я аж посмотреть хочу. Да, посмотри, пожалуйста. Жестко было, очень жестко. Не будет грыжи? Я надеюсь. Ну, благо мы в Ауди Кавказе, и в этом плане все нормально. Ну, внешне нету. Я передним влетел. О, жестко было очень. Смотри, какая красивая. Все одинаковые. Вот, как она красивая. Вот так вот. Какие-то ящики, или что-то. Там и ящики уже, что у нас все стоят. Спасибо. Делюсь новостями по нашей поездке. Мы находимся в 200 километрах от Ростова-на-Дону, и я заправился на 1354 рубля. Ну, естественно, я этот видос уже записываю на следующий день. Мы заехали в столовку ложка за маму. Я взял себе борщ, кофлету, пюрешку, хлебушек и салаты свежей капусты. Плюс компотец. У Кати свинина, пюрешка, только квашеная капуста и лапша. А мы приборы не взяли. Общий расход у нас 1103 рубля. Ну, и вчера я, конечно, вообще не вывез эту дорогу. Тайный левый год. Было очень тяжело ехать. И чуть-чуть я не доехал до Ростова. Легли спать, встали пораньше. И сегодня просто больше проедем. Тем более сухая погода. Не очень жарко. Всего 13 градусов. Ну, блин, будем Яндекс.Музыку слушать. Ну, в конце концов. Давай попробуем пофантазировать. Вот как? Сколько вот езжу по Ростовской области, здесь всегда ремонт. Я уже даже не верю, что он когда-нибудь закончится. Потому что едем сейчас за грузовиками. Тут временная разметка. Видите, сплошные. Не обогнать вообще ничего. И тут достаточно длинный кусок. Первый раз я поехал в каком году? В 17-м, в 18-м. Здесь был ремонт. Сейчас 22-й. И до сих пор они не починят дорогу. Я уже не верю, что Ростовская область просто способна починить свои дороги. Потому что как только пересекаешь табличку Воронежской области, все, там прекрасная дорога. Еще все затрудняется тем, что здесь только речь. Нормальные непосмотрышки. Все реки, ютуб и прочее. И приходится вот так вот тошнить. Многие не выдерживают. Начинают по почине обгонять. Сейчас не успел заснять. 59 готов. Наш традиционный перекус. У меня суп лапша. Борщ. И пончики 6 штук. Мы их очень давно не ели, кстати. За дорогу не ели. Иногда можно и вредного поесть. У тебя соль добавлять? Нет, не надо. Чтобы супы вообще не соленые. Субтитры сделал DimaTorzok